добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня арам шахбазян ереван здравствуйте вы сейчас прямо в ереване находитесь и вокруг от машины это армянские автомобили в общем ты в ереване так да 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 можем донат и арам уже можем расскажи пожалуйста себе я это самое родился восемьдесят девятом году советском армении в советском восемьдесят года рождения вот учился значит я поменял три школы да значит учился москве и вееване окончил вееване я половины жизни прожил москве половина в его и в армении а вот скажи причина беседы вот и вышел со мной на связь и захотел поговорить о чем-то не знаете какие вопросы интересуют да вот вот баку да как там проходит жизнь вот например она похожа жизнью которая проходит в ереване да или нет вот какие там законы вот там есть допустим камеры как в ереване где допустим ну фиксирует нарушение машин то есть мне интересно эти города сравнивать вот как живут люди в баку и как видевание целым скажите вот мне вот сколько камер вы примерно видите в течение дня пока едете по дороге достаточное количество правильно вот вот практически то же самое честно у нас везде камеры везде контроль везде полиция все охраняется по тротуару моют шампунем очень много общего а вы за мир или за войну арам я за мир за мир мало подсказывает или сестра мама сейчас со мной да она замер я тоже за мир я не хочу замечательно вот буквально недавно совершить совершили я считаю исторический обмен два азербайджанца вернулись к мамам а в азербайджан 32 армянина вернулись в армению да как вы думаете это сблизит наши два государства ну это хороший шаг это правильный шаг мне кажется для как минимум чтобы не было войны в будущем да то есть когда обмениваются мирными да то есть это положительная к этому отношусь хотели бы приехать в баку если честно я бы да я хотел я очень хотела побывать баку погулять а скажите пожалуйста по вашему армяне вернуться жить в карабах вообще хотят ли этого не знаю а ваша мечта какая ара до что был мир в мире вообще не было эти воин и чтобы не началась третья мировая потому что все идет к этому мирный договор будет по вашему между армянами и азербайджанцами подписан да да я думаю что будет рано или поздно мирный договор будет это будет подписан не знаю когда но он будет как вы относитесь к николу ваваевичу пашиняну очень отрицательно чересчур отрицательно даже то есть вы сейчас находитесь в машине в ереване в центре и при этом говорите что вы относитесь к пашиняну отрицательно отрицательно плохо он как политик и как человек плохой как политик плохой отрицательный то есть ничего хорошего у него нету ничего святого в него нету скажите пожалуйста почему армяне ушли из карабаха почему покинули потому что не знаю скорее всего чего-то боялись испугались и покинули а кто разжигает ненависть между азербайджанцами армянами сегодня я не знаю сейчас я не знаю не могу сказать а что вы желаете азербайджану и армении в новом 2024 году чтобы был мирным и общались и делали шаги как и с той стороны так и стоит к миру с чем по вашему мы приходим в двадцать четвертый год вот армении азербайджан с агрессией с негативом с войной или все-таки с миром я думаю мы идем к миру более к миру и зам чем к грязь и к войне потому что это не выгодно никому умирают для солдат у меня люди с обеих сторон и я считаю что это нужно остановить это можно было остановить и двадцатом году на самом деле я считаю но просто вот неправильная политика пашиняна привело к этому во всем виноват пашинян что эта война началась вы смелый человек я вам скажу то есть они только мы считаете что вражда закончится когда уйдет пашинян конечно я уверен если придет какой-то нормальный премьер-министр нормальный то все будет очень хорошо и в армении в азербайджане и для всех а что означает фамилия шахбазян у вас иранский персидский корни или вас маска империя почему шахбазян откуда я не знаю но это армянская фамилия не знаю что мама скажет корни нет армянские то есть у меня дед тоже был в армении шахбаз шах и ну как бы окей окей не спорю армянская фамилия правильно армянская фамилия вы счастливый человек сегодня наполовину и дай нет можете показать вот из окошка ереван мы посмотрим здесь вот на этот город как-то до кирвы и такой покажите о это ереван реально ребята у нас в эфире советские здания здесь я сейчас нахожусь массиве впервые у меня такое честно говоря он выходит человек на передачу из еревана прямо ереванская это ереванская пробка у вас получается да вы в пробке сидите рука вот вот там дети люди ходят люди да вот уникальный кадр я считаю старый старый город старый а много вообще государство тратит на то чтобы город как-то привести в порядок как-то чтобы он свел там пах или вару этого не видно чтобы нет я считаю что немного то есть воруют скорее всего конечно от чем вы считаете карабах вообще арам ваше мнение карабах я не знаю и и армении и азербайджан я считаю что этот на территории где должны жить и армяне и азербайджан то есть вы это говорите сидя в ереване в машине вы очень смелый человек арам я вам скажу вы очень смелый человек а скажите где вы работаете в какой сфере я работаю онлайн вы работаете а вот когда была вторая карабахская война вас призвали вы участвовали нет не призвали я граждан российской федерации я не принимал участие а было желание вообще пойти вот добровольцами участвовать нет не было вот скажите вот если выбирать между россией и армении какую страну выберите для жизни для больше носил я люблю больше россию мы больше россию любите больше чем свою историческую родину говорит 89 году в советской армении то есть здесь все многие говорят на русском языке я думаю что и в азербайджане многие говорят на русском сейчас правильно вот мы сейчас общаемся на русском языке русский язык это для меня лично это правильный святой и правильный язык то есть я считаю что мы должны пропагандировать этот язык и на этом языке должны говорить все страны мира все в том числе америке китай а скажите пожалуйста почему сегодня армения отворачивается от россии и выбирает курс на запад хочет выйти из доля потому что пашинян ведет неправильную политику вот он делает ошибки большие ошибки не осознают какие последствия будут потом возможно он думает только о себе и о своей семье и как бы ему было хорошо на всех остальных ему честно говоря наплевать то есть вы не боитесь это говорить у вас получается нет страха за такие высказывания я не боюсь пашинян слабый он больной человек как нужно такого человека бояться вообще кто кто он такой чтобы его бояться какой-то журналист и желтой прессы пришел шагая стал премьер-министром армении ну и кто он такой он нормально не умеет говорить на русском языке он никто он плохо учился и в институте и в школе понимаете если его даже сравнивать их амалиевым их амалиев хотя бы учился маги но он нормально говорить на русском языке и то есть вам стыдно за пашиняна чересчур и не только мне всего армян с большинства армянского народа стыдно за этого человека а зачем его выбирали тогда еще раз после тем более 2 карабахской я в шоке я его никогда в жизни не выбирал то есть кто его выбирать они мы я не знаю кто дает голоса этому вот знаю кому не самому интересно как его выбрали я не знаю а кого вы видите вместо пашиняна не знаю пока что но точно не он то есть а что мама сегодня вкусная готовила армянская наверно сто процентов говорит наш друг арам шах базе арам а папу как за вызвали зовут как папу зовут папу зовут кому кому было такое произведение генриха сенкевича кому грядеще про императора нейрона наверное папа ваш император в своем доме да 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 конечно очень великий человек ну вот вот самое главное тем более такое имя а вот бензин вот цены на газ свет вас устраивают как армянина про не устраивает очень дорого здесь все это поднялось это опять же из-за неправильной политики пашиняна вот мне интересно какие цены в баку да вот у вас там нефтяной городе нефтяная страна вот у вас по-любому там цены будут не где-то 60 центов стоит у нас а бензин вот видите это нормальная цена я считаю а пенсия какая у мамы мама не получает я могу сказать в пенсию бабушки примерно 110 долларов бабушка получать 110 долларов 110 долларов мама бабушка где работала в какой сфере что у нее такая пенсия она педагогом работала моя мама врач у нее пенсии сейчас еще на 15 процентов подняли сейчас полно 850 долларов стало 850 врач скорой помощи нормальная достойная пенсия конечно ясно то есть получается армянский народ терпит терпит несправедливое правительство да да так получается вы конкретно против того чтобы армения вошла там в евросоюзы разные были тянулась к европе то есть каждый от шаг от россии это поражение конечно я так считаю да она должна быть евразийском союзе а мирный договор вот из 100 процентов на сколько процентов подпишут какой вообще пашинян его подпишет или надо что пашинян ушел другой следующий подпишет сто процентов я не знаю вот на этот вопрос я не знаю как может быть у вас есть какой-то вопрос к азербайджанской стороне прошу у меня тоже интересно вот азербайджанская страна как они относятся к мирному договору и как они вообще мыслят народ как они относятся к россии да вот русским людям у меня супруга гражданка россии сейчас уже в азербайджане три года живет как бы вид на жительство каждый год продлеваем на год нормально все хорошо ее вся семья живет российской федерации они граждане россии там папа профессор работают и в азербайджане хорошо и в россии хорошо как-то находим общий язык но у нас в азербайджане более 350 русских школ знаете наверно университеты улицы пушкина ну очень много на русском языке люди вот я сейчас работаю на телеканале который полностью русскоязычный то есть русскоязычный телеканал государственный нормальное отношение и как бы учитывая то что вот вы как раз упомянули или хамали закончил свое время мгимо он там еще и преподавал когда он окончил он еще и был преподавателем в этом же университете 24 года он преподавал у нас нормальное отношение со всеми просто я верю что с армянами тоже будет нормализация когда-нибудь вот вопрос в чем кто этой нормализации мешает москве и в россии живут много национальности да вот я там и в азербайджанских ресторанах бывалый в армянских то есть там живут люди плюс минус мирно друг с другом там все живут до мирно вот мы должны к этому стремиться как они до этого дошли да вот россия как дошла к тому что там все национальности живут друг с другом мирно вот и узбеки и не таджики и армяне и русские и азербайджанцы все там живут мирно друг с другом и кто друг другом не это не враждует внутри этой страны скажет агани к этому какой механизм был у них вы тот же должны брать скажет пожалуйста вам было стыдно или бы вы гордились когда никол ваваич пашинян встретил в ереване на самом высоком уровне ким кардашьян дело с ней сэлфи а потом ее отвезли в армянскую церковь полили святой водой очень стыдно мне было очень стыдно за это очень лучше бы она не приезжала я вообще не считаю что она армянка она даже не родилась в армении она родилась по моему в америке 2024 новый год ваше пожелание прошу и азербайджан и армении я желаю мира добра и хорошего будущего обе стороны спасибо большое гостем передачи нашей сегодняшний был арам шахмазян этнический армянин живет в ереване показал нам ереван хоть чуть-чуть но мы его увидели я вас там даже есть мечеть если я не ошибаюсь да правильно и конечно в центре есть мечеть и церкви с мечети сброси беседом тоже делал недавно репортажи спасибо вам большое за добрые пожелания арам жива желаю вам счастья вашей маме здоровья чтобы до ума всегда была самый вкусный и самый шикарный до свидания до новых встреч гостем передачи ночной размовар был арам шахбазян ереван онлайн представляете прямо из машины и показал город до новых встреч до свидания